Андрей Широков, Клуб Эфир, Парода Целитель. Мы говорим об очищении здоровья. Нам очищение нужно, потому что мы с вами в большинстве находимся не в состоянии 100% чистоты и восстановленности. Возможно ли это? Да, это возможно. Уровень чистоты и на самом деле по моим измерениям у людей в разных возрастах он двигается, если мы открываем, разблокируем себя, открываем возможности для этого очищения, подстегиваем его, стимулируем адаптационные возможности организма. Это вот три наши первые ножки стула. Ну а степень восстановленности тоже параллельно с этим растет. На чистой среде организму заниматься восстановлением себя намного легче. Ну вот стопроцентная чистота, вот этот именно уровень у себя, я его определяю уже там где-то с лета, но очень медленно продолжает расти степень восстановленности. У меня она последняя, это вот 96,2 и вот когда-нибудь будет 96,3. Очень медленно она так подтягивается. Я буду рассказывать о том, как это будет двигаться и как это будет вот заметно. Понимаете, когда организм занимается вот этим восстановлением после хронического отравления, то, что было сделано невидовым гниющим бородящим субстратом, запирающим, это по сути отравление хроническое в течение, в моем случае, почти там, ну 38 лет, на протяжении 38 лет. И добавочно к этому, конечно же, и какие-то процессы спастические, то есть это система конденсированного опыта, то есть застывшие в теле какие-то психоэмоциональные блоки, которые, ну, искажали трофику, лимфооток, иннервацию. Это тоже нужно учитывать и разблокировать себя нужно не только тем, что вы не посылаете внутрь какие-то патогенные субстраты, но и отпускаете из тела застрявшие какие-то патогенные эмоции. Хорошо. Вот двигаться к этому непросто. И надо здесь еще заметить, что вот само это восстановление, оно достаточно тоже токсичное для организма, потому что идет образование большого количества метаболитов этого восстановления. То есть поймите, вот у вас все время идет какое-то обслуживание здания, представьте, что по этому зданию 38 лет били и обстреливали его. Ну, съездите в Абхазию, посмотрите, там до сих пор, на самом деле, пол Абхазии, вот все порушены, дома сожжены, и вот жилой дом большой, и там половина вот так вот окон, все просто внутри сожжено. А в других местах в этом же доме живут, да. И представьте, что вот нужно не только обслуживать этот дом, но еще и восстановить половину вот этого, того, что было разрушено. Естественно, для этого требуется больше рабочих, больше материалов и отходов. От этого тоже больше, больше энергии и больше отходов. И это, естественно, сам процесс восстановления, он тоже затрачивает и ресурс затратный, и он же, скажем так, ну, несколько утомляет и отвлекает вас от текущего использования тела. Ну, я в этом ролике, на самом деле, хотел рассказать и вот о самом очищении. В общем, в общих чертах я говорил о том, что фруктово-минеральное очищение – это круто, но вообще-то это я говорю на своем опыте. Я вот давно уже не пил никакую касторку, и, ну, иногда чуть-чуть маслица все-таки попадает с какими-то маринадами, с соком маринадов, и я чувствую, как вот это масло, по сути, на него и организм реагирует сразу. Ой, что это так, знаете, и как-то так совершенно изменяясь в реакции. Ну, а так в основном у меня идут вот соковые варианты. И я вот на своем примере покажу, что вот сейчас я не просто получаю удовольствие от определенных соков, но они одновременно работают, по сути, и на, скажем так, на стимуляцию именно очищения организма от метаболитов восстановления, то есть помогают вот эти процессы, ну, прожить более бойко. В принципе, организм работал бы и сам, но просто пить водичку не хочется, а вот и просто какие-то обычные соки фруктов тоже уже вот поднадоели, и поэтому у меня идет чередование. Вот не могу я на одном сладком, потому что соки сладких фруктов, как сок винограда, или это, там, сок пусть будет каких-то, сок арбуза. Да, после таких вот спритерных соков, все-таки организм требует возмещения по электролитам и какому-то вот такому растворению лимфы, то есть разжижению ее. А это как раз вода, минералы, то есть соль и экстрактивные вещества, такие острые, это как перец, чеснок, гвоздика, хрен, да, то, что добавляют в различные малосольные продукты, маринованные. И у меня как бы идет вот это чередование, и я его, по сути, рекомендую другим. Ну, вы можете это проделывать, скажем, несколько дней в неделю, например, ну, начать там с одного дня, либо с утра такое, скажем так, в начале это может быть малосольные огурцы, или там с малосольные помидоры, а потом очень хорошо начать день с вода плюс электролиты, а потом это, например, там сок цитрусовых с гранатом, да, и вы можете вот так начинать, например, каждый день, и что-то, и к вечеру желательно тоже не поедать какие-то тяжелые субстраты, и опять же, там может быть вот какие-нибудь рассолы там помидорные, и что-то такое, какой-нибудь сок, ну, пусть будет там сок арбуза, дыни, да, таким образом, ну, а днем, если у вас еще есть какой-то все-таки какая-то мякоть, ну, у меня есть пациенты, у которых все-таки бывают срывы там и на какую-нибудь курицу, и еще что-то, ну, когда мне говорят, вы знаете, я вот на ночь все-таки срываюсь на вот мясо, на курицу, но это не мясо, ну, я тут же ругаюсь, подождите, ну, давайте вы будете срываться хотя бы днем, а не на ночь, да, помните, что это в сонсостоянии лучше всего тогда уж сорваться где-то с 12 до 2, не потому что оно как-то лучше переварится, но организму немножко легче это пытаться обезвредить, и как-то быстрее от этого избавиться, и получить по морде лучше вот в этом состоянии, чем перед сном, еще получить вот эту токсическую нагрузку, это никуда не годится, вот, вы можете делать это утром-вечером, либо выбрать там один день недели, потом сделать это два дня в неделю, где у вас будет целый день только вот такие именно соковые варианты, ну, если вы уже можете чуть-чуть их разбавить какой-то клетчаткой, того, из чего выжимается сок, но вот сама эта клетчатка совершенно вообще-то не обязательно, более того, она просто отвлекает и, ну, снижает вот этот градус очищения, не забывайте об этом, поэтому вот, когда я рекомендую такое, вы, в принципе, можете, конечно, и сохранить только соки сладких, ну, приятных вам фруктов, и параллельно с этим пить минералку, например, либо сосать много соли, надо, конечно, с солью здесь не жадничать, потому что вы сладкими вот этими соками стимулируете чистку, и там точно будет потеря электровитов, достаточно как бы сильная, сильная, ее можно поначалу не заметить, как это было со мной, не прочувствовать это, и со мной это было два года назад, и, ну, оно, скажем так, ударило по мне, и мешало самому очищению, и, скажем так, поставило меня не очень такую выгодную ситуацию. Ну, это поправимо, но вот следите за тем, чтобы сильно не опускалось щелочное плечо метаболизма, не забывайте о том, что щелочное плечо метаболизма зачастую должно превышать кислотное плечо метаболизма, но все эти коэффициенты мы с вами учимся определять, вот и на консультациях смотрим, и у нас есть в роликах, да, я рассказываю, показываю, у нас многие работают и сами биолокации, вы можете измерять это, в принципе, кто работает ясно знанием просто, да, вы можете заказывать эти показатели, здорово, если у вас это получается. Итак, да, это не так дешево, как касторка, это фруктово-минеральная очистка, но это всерьез и надолго, и это работает, это даже играет вкусами, но и тут не зря некоторые вот фруктоблогеры предупреждают, что да, вот избыток таких сладких соков, либо каких-то специй может вас провести к срывам, естественно, но здесь и то же самое можно сказать и в каком-то днях сухого голодания, и здесь у меня есть такие пациенты, которые вот немножко попробовав там на сухую, да, очень сильно потом об этом жалели, то есть достаточно серьезные срывы, но кто-то, кто-то, в принципе, выдерживает, но вот я не советую ударять сухим, именно так называемой пищевой паузой на сухую, назовем это так, тут опасно и по срыву, и не давая растворителя, вы ставите организм в крайне такое неудобное положение по очищению, но об этом у нас много было информации в роликах, и здесь я призываю, ну, хотя бы тогда измерьте вот этот день на сухую, да, как ведет ли он в конечном итоге к очищению, да, насколько вот отсутствие растворителя даст реально очищение, может быть, для кого-то такое сухое, скажем так, какая-то пауза на сухую дала какой-то такой толчок для организма, что человеку вот после этого этот пинок стал таким золотым и эффективным, но он может стать и серьезным ударом по голове, поэтому здесь, как и Касторово-Минеральную чистку, я такие вещи не упоминаю и как-то их обхожу. Андрей Широков, Клуб Эфиле, Правда Целитель, до скорых встреч!